Расселение славян на территории Беларуси. Прежде чем мы приступим к теме, я хочу вас немножечко познакомить с литературой, но которой пользовалась я при подготовке лекции, которой можете пользоваться вы. Старшеклассники, я знаю, на сегодняшний день актуальна эта подготовка к централизованному тестированию. В рамках школы, общеобразовательной школы, курс, который связан с расселением славянства на территории Беларуси, ребят, это достаточно ранняя история, и в старших классах, вы видите, ее не повторяете. Поэтому на сегодняшний день, тот, кто готовится к ЦТ, пожалуйста, пользуйтесь учебником «Это история Беларуси», она есть и русскоязычный вариант, класс 6. Автор этого учебника Георгий Штыхов и другой коллектив, именно здесь представлена наиболее древняя история Беларуси. От древности, от расселения, появления людей на территории Беларуси до 13 века. То есть включает и феодальную раздробленность, но уже не включает великое княжество литовское. Поэтому, если вы готовитесь к ЦТ, в первую очередь, студируйте, пожалуйста, этот учебник, несмотря на то, что он какого-то 6 класса. Конечно же, если вы более серьезно интересуетесь историей и особенно древним периодом, то на сегодняшний день рекомендую всеобъемлющее такое издание, которое вышло и появилось уже давно. Но до сих пор отдельные томы этого издания продаются в книжных магазинах. Ребята, я имею в виду «Историю Беларуси», том 1. Историю Беларуси, который, том 1, в общем-то, охватывает период времени от первобытного общества до середины 13 века. Та тема, которую я буду озвучивать, она представлена в этой книге. Но это не классический учебник в понимании, это издание, ребят, научное, оно очень основательное. Тут представлены как темы занятий, тут представлена литература, которой можно пользоваться, тут представлены, в общем-то, документы, отдельно можно говорить о рисунках, реконструкциях и так далее. Конечно же, если вы более подробно интересуетесь древним периодом, то не могу не рекомендовать книгу под названием «Археология Беларуси». Издание тоже научное. Вот здесь представлены в первом томе, это, ребят, каменные и бронзовые века, но здесь очень подробно. Она была издана, первый том, в 1997 году. Здесь подробно рассматриваются названные мною периоды с археологической точки зрения, представлены реконструкции, рисунки, документы. Тот период, который сегодня будем с вами рассматривать, ребят, это же, конечно, «Археология Беларуси», том 2, она включает Железный век и раннее Средневековье. Книга была издана тоже в Минске в 1999 году, но наиболее подробное и интересное издание, снимки, кстати, из которого, в том числе, как и первый том, размещены в интернете, на всевозможных сайдах, использованы при подготовке статей к Википедии и так далее. То есть наиболее всеобъемлющих вещей, наверное, больше нет. Ну, тот, кто любит бавить час и заниматься, скажем, легендами, сказаниями на территории Беларуси, потому что тот период, который я буду рассказывать, это период расселения славянства на территории Беларуси, и вы знаете, что религией славян являлось язычество. На сегодняшний день разработки и подготовлены книги под названием «Мифология славян». Вот, книга достаточно всеобъемлющая. Это вот книга более, скажем так, популярного характера, она научно популярная. Ее автором является Олей Шама, который, ну, в общем-то, книга называется «Посмотрите, мифология старожитной Беларуси». Да, книга достаточно популярная здесь, рассматриваются, значит, различные этапы формирования язычества, представлен пантеон языческий, также представлены различного рода обряды, культы, которые существовали на территории Беларуси. Книга была издана в Минске в 2004 году. Ну, и уж коль, конечно, когда вы занимаетесь историей Беларуси, ребят, то в первую очередь, конечно, как вы заметили, значительная часть книг была издана на каком языке? На белорусском языке. И вот надо отметить, что даже когда мы преподаем историю Беларуси на факультете, на других факультетах, мы праваху все-таки отдаем родной матчиной мове, выкладаем на белорусской мове. Вот. Ну, что касается вас, говорить я сегодня буду по-русски, и, в общем-то, лекция будет на русском языке, потому что в большинстве школ я знаю, что история Беларуси, к моему глубокому сожалению, преподается на каком? На русском языке. Поднимите у кого на белорусском? Раз, два, три человека. Правда же? Основная масса, значит, готовится на русском языке, учебники на каком? На русском языке, ну и централизованное тестирование тоже будете проходить на каком? На русском языке. Поэтому мы будем стараться не создавать тут проблем, хотя я всех призываю изучать мову, белорусскую мову, поддерживать ее всячески, что делаем, в общем-то, как можем мы. Вот. Значит, ну, теперь непосредственно к лекции. Первый вопрос, который мы будем рассматривать, это вопрос, ребят, связан со славянами и с этническим населением на территории Беларуси. Те, кто уже знакомился с историей Беларуси, и ребята постарше, и помладше, вы знаете, что не во все периоды этнический состав населения на территории Беларуси был одинаковый. Что такое этнос? Вспоминайте из школьного курса. Что такое этнос? Этнос – это народ. Отсюда этнический состав – это те люди, которые проживали где? На территории Беларуси. Территория Беларуси была заселена достаточно давно. Вы знаете, что это происходит уже в период Каменного века. Полное заселение территории Беларуси датируют эпохой Мезолита. Мезолит – это средний каменный век. И говорят, что именно в Каменном веке, так описывают нам археологи, формируется первое аборигенное население или коренное. Еще мы используем слово автохтонное население. То есть это люди, которые из поколения в поколение живут на одной территории, ведут, могут как кочевой, так и оседлый образ жизни. И вот первое такое автохтонное население, либо коренное население, оно формируется именно в период Каменного века. На границе между Каменным и Бронзовым веках происходит значительное изменение этнического состава беларусских земель. Ребят, но это происходит не только с территории Беларуси, это происходит и с территории Европы вообще. В период между Каменным и Бронзовым веках, где-то приблизительно 2500 лет до н.э. происходит так называемое Великое Переселение народов. Откуда движутся народы? Из Адии. Племена, которые приходят в Европу, их называют индоевропейцы. Что такое Великое Переселение народов? Пожалуй, сегодня мы его наблюдаем тоже с экранов телевизоров. Что движет людьми сегодня? Что движет? Деньги? Война. То есть это люди двигаются на новые места для чего? Для того, чтобы сохранить жизнь, для того, чтобы улучшить свои условия, извините, и для того, чтобы прокормиться. Надо думать, что и в глубокой древности, возможно, могли случиться подобные причины. Допустим, это голод. Допустим, это какие-то войны. Начинается Великое Переселение народов. Мог быть и демографический взрыв, то есть перенаселение, в связи с чем люди двигаются в Европу. На территорию Европы приходят индоевропейцы. И я подчеркиваю, это период между каменным и бронзовыми веками. А Европа уже что? Она заселена. Там находится коренное какое-то население. Правильно? И вот происходит смешивание индоевропейских племен с племенами местными. Индоевропейцы дошли и до территории Беларуси. Тут уже население тоже проживает коренное. Мы его называем доиндоевропейское население. Происходит смешивание. Смешивание или по-другому это ассимиляция. Ассимиляция, смешивание одного племени или одного этноса с другим этносом. И нам рассказывают о том, что на территории Беларуси начинаются формироваться новые племена и роды. В первую очередь, ребят, надо говорить, этот процесс был, скажем так, достаточно продолжительный. И нам рассказывают о том, что где-то в период бронзы, к железному веку, на территории Беларуси формируется новое население с новым внешним обликом. И это население мы называем Балты. Балтское население. Итак, в каменном веке это доиндоевропейское местное население. С приходом индоевропейцев на территории Беларуси формируются Балты. Что же происходит дальше? Уже в нашу эру, после Рождества Христова, мы наблюдаем в Европе очередное великое переселение народов. Нам рассказывают о том, что V век оказался очень холодным. И вот тут, ребят, надо говорить о том, что в это великое переселение народов были втянуты и славяне. Где же проживали славяне на момент вот этого великого переселения народов? Значит, славяне, как, собственно, и Балты, ребят, кто их предками являются? Их предками также являются индоевропейцы. Но формировались они не на территории Беларуси. Первая версия – это территория между западным Бугом и средним течением Днепра, с северной границей река Припять. Вторая версия нам говорит о том, что территория и прародины славян являлась именно не эта территория, а в первую очередь эта территория, которая находится значительно южнее Карпат, это Средний Дунай. Повесть временных лет рассказывает, что на территорию Восточной Европы, в том числе и к нам, на территорию Беларуси, славяне двигаются с Дуная. То есть вторая версия – это Дунай, и, возможно, это значительно южнее Карпат, значит, и, возможно, славяне могли, и была там их прародина. Ну и третья, наиболее распространенная версия, ребят, это, возможно, что славяне, как племя, формировались на территории севернее Карпат. Это территория в Междуречье, Вислы и Одар. К VI веку славяне, в общем-то, проявляют значительную активность. Они начинают расселяться на территории Европы, в том числе они появляются и на территории Беларуси. С течением времени появляются три значительные славянские группы. И западные, и южные славяне, и восточные – это не единая масса. Это не единая масса. Это собрание множества племен. Основная активная миграция славян на территорию Беларуси, она происходит в VI-VIII веке. VI-VIII век уже, соответственно, нашей эры. Когда говорим именно о славянах, помните, одна из версий, что славяне могли проживать недалеко от территории Беларуси, и граница северная была Припять. Отсюда, вероятно, что славяне могли проникать на территорию Беларуси еще и до какого? И до VI века. То есть это Припять, была Припятский регион, какая-то контактная зона, и славяне могли проникать сюда до VI века. Но активная миграция славян на территорию Беларуси – это VI-VIII век. Причем нам отмечают такую тенденцию, ребят, что это был не единый приход славян, что вот пришли один раз и остановились. Несколько волн, как минимум две волны прихода славян на территорию Беларуси прослеживают. Когда мы говорим о приходе славян на территорию Беларуси, красные стрелки наблюдаем. Это значит юг, видите? Юго-запад. Это одна из версий, потому что контактная зона вот здесь была на юге. Значит, один из путей с юга, с юго-запада. Второй путь, посмотрите вверх, это какой? Северный. С севера. Да, ребят, тут отмечают нам исследователи, что эти славяне могли прийти именно из Весло-Одорского бассейна. Продвижение по самой территории Беларуси было достаточно медленным. Шел процесс очередной ассимиляции, и этот процесс, как мы называем, славянизация балдского населения. Массовый приход VI-VIII век, но славянизация – это процесс. Поэтому приход славян датируем каким периодом? VI-VIII век, а славянизацию как процесс, когда, в общем-то, слились два этноса, это какой? Славянский и балдский мы растягиваем аж до какого века? До XI века. А то, может быть, и позже, да? Ребят, по типу захоронений, по типу жилья, по типу бытовой культуры, конечно, все это классифицируют. Славяне расселяются на территории Беларуси, происходит славянизация балдского населения, и мы говорим о том, что постепенно на территории Беларуси формируются новые племенные объединения. Племенные объединения. То есть, если мы берем, смотрите, этнические формы, какие этнические формы? Это род. Что такое род? Это кровные родственники, коллектив людей, которые кровные родственники. Это племя. Что такое племя? Это объединение нескольких родов. То я вам говорю про что? Про племенные объединения. То есть, когда племена объединяются между собой. Значит, этот период, вы видите, он отмечен период какого? Восьмого, девятого веков. Что же происходит в этот период на территории Беларуси? В первую очередь формируется племенное объединение, которое вы все хорошо знаете. Это кривичи. Кривичи. Ребят, к нам шли славяне, не кривичи. В результате славянизации на территории Беларуси формируется племенное объединение кривичей. То есть, кривичи к нам что? Не приходили, а приходили именно славяне. Ну, краткие сведения. Кривичи, пожалуй, одна из самых крупных славянских таких, скажем так, объединений. Кривичи расселяются не только на территорию Беларуси, но и современной, вы знаете, Российской Федерации. Выделяют кривичей. Это кривичи полдские, кривичи смоленские и кривичи, соответственно, какие? Псковские. Псковские. Еще были псковские кривичи. Когда мы говорим о кривичах, то, конечно, уместно вспомнить это происхождение названия кривичей. Повесть временных лет пишет о том, что шли славянские племена, и они назывались по тому месту, где садились. Ребят, и в повесть временных лет первоначально было название не кривичи, а палачане. От какого названия? Даже не полоск. Полоска еще не было. От реки Палаты. Одна из версий, она отражена на экране, это, вероятно, мог быть старейший народа, и звали его Криво. Криво. Еще есть такое, значит, сдвоенное имя, это Криво Кривейто. Возможно, он был старейшином, может быть, это был жрец. Отсюда, вероятно, и происхождение названия кривичи. Если мы говорим о кривичах, то первая дата, которая зафиксирована в связи с кривичами летописи, это год 859-й. Видите его? Это, ребят, это не первая вообще дата о кривичах, это первая фиксация, где? В летописи под вот этим годом. Кроме того, когда мы говорим о кривичах, это славянское объединение, и, конечно же, славянским объединением были характерны появления городов, из городищ, города. Самые известные кривичские города, какие? Полоцк, Витебск, Лукомль, Браслов. Это все, в общем-то, названия городов кривичан. Это, в общем-то, реконструкция, сделанная по результатам, в общем-то, раскопок. Вот эта вот реально существующая когда-то женщина, как и все славянки, у нее височные кольца, повязки, да? И, ребят, это очень важно для археологов и для археологической науки в том числе, когда выявляют регион расселения кривичей. Для кривичских женщин были характерны височные кольца, которые вот называются браслетообразные, из проволоки с закрученными концами. Посмотрите, как они развещались где на повязке. То есть, цеплялся, как за крючок, видите, вот-вот мены. И, как минимум, вот сколько у нее, две, они размещались на висках. То есть, украшения, ребят, были разнообразные. И очень много в них даже было балдских черт, да? Но вот явным отличием именно вот племенного объединения кривичей это были вот женские височные кольца. Украшения были разные, носили все, значит, разного рода, в первую очередь, украшения на груди. Это были браслеты, это были, кроме того, еще кольца. Вот. Но не было только сережек. Следующее племенное объединение, про которое мы будем говорить, вы уже угадали, и оно сзади зафиксировано. Это кто? Дреговичи. Дреговичи. Ну, когда мы говорим о Дреговичах, ареал их расселения, это юг белорусских земель, какая крупная река, вспоминайте, Припять, да, белорусское полесье, ну, рассказывает о том, что ареал их расселения доходил до современного Бреста, это западный бук, представляем, да, в общем-то, поэтому ареал расселения Дреговичей тоже был очень и очень значительный. Что касаемо названия Дреговичи, самая распространенная версия, болото Дрегва, Дреговичи, и, вероятно, имя собственное. Видим его, это Драг или Дреговит. Вот, возможно, старейшина рода, старейшина племени, извините меня, поэтому, вероятно, название одной из версий происхождения названия Дреговичи, это имя собственное, Драг или Дреговит. Вот, ну, конечно же, первая дата упоминания, она связана, кстати, с первым князем племенным, это Тур, и Тур впервые, в общем-то, в летописи был вписан под 980-м годом. Собственно, с каким еще князем, вспоминаете? С Роговолодом. Там одна запись. Пришли из-за моря, да, Роговолод сел где? В Полоцке, а Тур, соответственно, в Турове. Да, да, и в связи с этим вот упоминаются Дреговичи. Самые известные Дреговитские города. Вот Минск, чей город? Дреговицкий или Кривицкий? Правильно, он Дреговицкий, да, вот его, в общем-то, по помежье, такое граница между Кривичами и Дреговичами, условно можем называть, это Минск, но потом он станет частью какого? Полоцкого княжества, да, поэтому, ребят, не путаем, он не Кривицкий город, а он какой? Именно Дреговицкий. Последний момент, который, в общем-то, тоже такой запоминающийся, это женские украшения, да, то, что, в общем-то, дает возможность определять и отличать Дреговичанок от Кривичанок. Что мы видим? Тоже височные кольца, тоже носились на повязках, и особенностью этих колец были бусинки. Бусинки, как минимум, три, причем, не только височные кольца, ребята, это разного рода подвески, они тоже украшались подобного рода бусинки. Что за бусинки? Обратите внимание на их пузыристую структуру. Что это такое, вы представляете? Делалась спираль, представляем, а дальше на эту спираль напаивались вот эти маленькие-маленькие бусинки. Процесс, представляем, создание вот такой бусинки, да, очень красивая вещь, и как минимум по три бусинки мы видим, где на каждом височном кольце. Несколько в ряд, и достаточно симпатичное получается украшение височных колец, кого дреговичал. Радимичи, в общем-то, относим регион их расселения к востоку Беларуси. Если представляем, на востоке самая крупная река, какая вспоминаете, на востоке Беларуси? Это Днепр. Сожь значительная, но Днепр все-таки что? Значительнее. И вот за Днепром, приток Днепра, правильно вы сказали, это Сож, и поэтому на территории Беларуси расселение Радимичи это Пасожье. Происхождение названия связывают и с первым известным князем Радимичи, и угадайте, как же его звали? Молодцы! То есть, тут несложно, да? Радимичи, князь, Радим. В летописи есть запись, что были у ляхов, кто такие ляхи? Поляки, два брата. Одного звали Радим, а другого звали Вятка. От Радима пошли Радимичи, от Вятки пошли Вятичи. Это еще одно племя на восток от наших земель. Если вы знаете языки или слышали хотя бы языки наших соседей, ну, это, как минимум, украинцы, это поляки, Радима на их языке, что обозначает? Вы знаете? Что такое Радима на белорусской мове? Родина, отечество. Вот на украинском, на польском это еще и семья. Смотрите, как символично. У нас Родина отечества, вот другие славянские языки, Радима, красиво, да, это моя семья. Поэтому, что такое Родина? Объединим, это моя семья. Где моя семья, там моя и Родина. Вот, возможно, и тут какая-то, в общем-то, была связь. Что касаемо дат упоминания, ребята, они зафиксированы, вот, значит, в летописи, и одна из первых дат, вы ее видите на экране, вверху посмотрите, это 885 год, видите, в общем-то, отмечается, что в этом году киевский князь, это великий уже был князь, Олег, совершает поход на Родимичей, и заставляет их платить дань ему, а не хазарам. Хазары, кочевники, помнится, да, таких. вот, подобный же поход, но уже значительно позже, это 984 год, осуществляет еще один киевский князь, если вы вспоминаете, это время правления в Киеве Владимира Святославича, он же Владимир Красное Солнышко, он же Христитель, и так далее, да, и вот его воевода, воевода имел хорошее имя, посмотрите, какое имя, волчий хвост, вот он совершает поход на Родимичей, но и в этом же году они тоже платят дань киевскому князю. Битва между вот киевским воеводой и Родимичем на реке Песчань, она зафиксирована в общем-то в литературе. Родимическая женщина, сколько, 25-30 лет, что основная характерная особенность снова это, что височные кольца. То есть все славянки в основном носили височные кольца, но они отличались по своей форме. Что мы видим? Посмотрите, какая красота в произведении искусства, учитывая время создания. Это называется, ребят, так называемые семилучевые височные кольца. Почему они семилучевые? Они состоят, если вы присмотритесь, как бы из лучей. Носились они подобным образом, оказывались к виску. Ну, это вот реально, опять-таки, реконструкция. Еще события, наверное, связанные с кривичами, зафиксированы были также и в летописи. И в связи с этим, если вы присмотритесь, эта летопись, правда, датируется уже 15 веком, это известная Радзивилловская летопись. Она известна тем, что там было огромное количество вот таких картинок. Что это за картинки? Старшеклассники. Книжные миниатюры, которые известны уже с очень раннего времени, как минимум с 12 века точно. Летопись позднего периода достаточно, вот, когда мы рассматриваем, но тем не менее, что на этой картинке показано, на этой книжной миниатюре? Это победа волчьего хвоста над кем? Над Радзимичами. То есть, тут нам показаны княжеские тружинники и их борьба с Радзимичами. Ну, и последний момент, это то, что, в общем-то, мы повторим сейчас с вами, это вот формирование племенных объединений на территории Беларуси. Еще раз смотрим. Это Кривичи, двойное название какое? Кривичи Палачане. Регион расселения это что? Север белорусских земель, это подвинье белорусское. Юг белорусских земель это что? Дреговичи, Дреговичи, по Припяти, на мосток белорусских земель, вот он, Днепр, видите его, как рубеж, это идут кто? Радзимичи. Когда мы присматриваемся в Карце, тут идут вот полосатые какие-то места. Это зоны контактного проживания. То есть, если, допустим, здесь примыкали друг к другу дреговичи и родильничи, то тут могли быть поселения кого? Как дреговичей, так и кого? И родильничей. Основными занятиями славян были производящие занятия и это земледелие и животноводство. В этот период занятия подобного рода давали значительное количество продуктов для прокорма, кроме того, даже оставались излишки продуктов. Излишки продуктов дают возможность в общем-то жить обеспеченно, кроме того, что не забывайте, что были походы военные в другие племена или к другим племенам, это тоже приносило свою зобычу. В обществе появляются люди, у которых значительное количество подобных излишков. и мы говорим о том, что только правда начинает, ребят, не надо думать, что сразу было все радикально, начинает в обществе, в славянском обществе появляться какое? имущественное неравенство, поэтому как черту выделяем это появление имущественного неравенства. славяне как и прежде все еще могут жить и живут патриархальными семьями. Что такое патриархальная семья? Синоним придумайте. патриархальная семья, еще синоним это отцовский род. Ребят, это одно и то же. То есть это коллектив людей, которые ведут родство по какой линии? По отцовской линии. Большая патриархальная семья это то же самое. То есть родители живут вместе со своими детьми, у которых уже даже свои семьи. Но в этот период нам показывают посмотрите, что появляются малые семьи. Это парные семьи. То есть из большой патриархальной семьи могли выделяться малые парные семьи, которые вели отдельное хозяйство, отдельную господарку. Вот. Ну надо говорить о том, что появление малых семей оно способствует чему? Тому, что, ребят, постепенно родовая община, она начинает ликвидироваться. То есть малые семьи могли выходить из рода, могли жить как в границах племени, так и за его границами, и люди начинают селиться и жить согласно новому принципу. Что это за принцип? Или что это за община? Ребят, это, ну, опять-таки, только самое начало начинает появляться какая? Соседская община. Соседская община это тоже коллектив людей, но в отличие от родовой, эти люди уже не всегда между собой связаны чем? Родством. Что связывает людей? Их связывают похожие занятия, их связывает территория проживания, но между собой они уже что? Не всегда родственники. Ну, появление соседской общины, вот это такого территориального принципа формирования общины, мы говорим появление имущественного неравенства, ребят, это все способствует тому, что в обществе начинает выделяться верхи и низы. Если мы говорим о верхах, то кто туда входит? Это князья, причем, ребят, князей мы выделяем не по принципу самый богатый, а князья становятся князьями в силу своих каких-то что способностей, возможностей, талантов, ну, плюс к этому добавляете еще, конечно, и завоевывать, выделяться, быть авторитетными людьми среди своего племени. Кроме князей мы еще видим, что в верхи включают родоплеменную знать. Это старейшины, их потомки, их семья и так далее. Вот, какие еще черты можем выделить? Вот, конечно же, постоянное в общем-то выделение, во-первых, берем родоплеменной знати, а также, в общем-то, войны, которые ведутся между племенами, внешняя опасность, необходимость защищать свою территорию, все это требует существования постоянной сильной власти. И с течением времени, ребят, такая власть, она сосредотачивается в руках кого? Князей. Князей. Да, поэтому, как черту, и выделяем именно князей, как руководителей племен и даже племенных объединений. Князь осуществляет свою власть не единолично, а князь осуществляет с помощью своих сторонников, и этих сторонников, как мы называем? Дружина, дружинники, специально обученные воинскому делу люди. Ребят, дружинники могли помогать, как управлять, они могли охранять князя, воевать вместе с ним и так далее, да, но это специально обученные военному делу люди и сторонники князя. Но дружинников не так и много, а если необходимо защищать свои земли, требуется значительное количество людей. Это ополчение, военное ополчение, которое могло включать не только дружинников, а включало в первую очередь кого? Обычно это были либо горожане, либо крестьяне, да, то есть люди, которые, в принципе, занимались мирными делами, но во время войны они могли брать в руки оружие. Дружинника на миниатюрах можно было отличить. Отличие дружинника чем? Он всегда был всадником на коне. У него всегда было достаточно хорошее вооружение, как защитное, так и холодное и так далее на тот период, в общем-то, берем. Ополченцы, как правило, были слабее вооружены, у них не было защитного, да, амуниции, я имею ввиду, кольчуги, шлемы и так далее, чтобы вы понимали, про что я говорю. И ополченцы, как правило, они пешком ходили, да, потому что все-таки, да, 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 ополченцы. Вот, но дружина военное ополчение, тем не менее, в обществе существовало, пускай даже относительное, но демократия, эта демократия проявлялась в народных собраниях. Что за народные собрания? Да, вечи, вечи, вечи. Поэтому, как черты, понятно, что отмечаем, существование князя, вот с этими атрибутами, кроме того, это вечевые сходы, собрания, извините, в общем-то, на которых решались важнейшие текущие вопросы. Отличительной особенностью еще, наверное, славянского общества, ребят, знаете, что являлось? Это типы жилья. И славяне, которые вели достаточно непрерывные войны, они строят городище, городище, из которых потом возникают города. Городище, оно было небольшое по своему размеру, дома, тоже там, которые размещались, были небольшими, как правило, там не занимались сельским хозяйством, потому что в границах городища вести сельское хозяйство было, что неудобно. Для ведения сельского хозяйства жили не в городищах, а жили в селищах. Это открытые поселения. Это открытые поселения. Что еще характерно славянам, наверное, ребят, это то, что к периоду, который мы с вами характеризуем, это 8-9 век, нам отмечают, что у славян у славянских союзов, где существовала княжеская власть, формируются племенные княжения. Ребят, в общем-то это еще не государство, так как не была сформирована территория, и власть княза распространялась не на всю территорию племенную, поэтому данные объединения называют как племенные княжения. Вообще это зародыш государственности, но еще не государственность. Подобные княжения это полномочия князя, полномочия или функции князя. Вы знаете, это ведение войн, как захватнических, так каких, и оборонительных, потому что войны бывают разные, распределение военной добычи, также судебные функции, судебные полномочия, но кроме этого еще чем он мог заниматься? Это мог контролировать торговлю. за все эти функции, ну, не просто так князь это все делал, князь получал от своих соплеменников, поначалу это было добровольное подношение, они назывались дарами, но со временем это становится явлением каким? Регулярным и обязательным, и эти подношения мы называем дами. Хотя первоначально, ребят, это были, в общем-то, добровольные подношения, добровольные подношения. Занятие славян берем за весь период, то есть неделем шестой, восьмой это расселение, девятый, восьмой, девятый это племенные объединения, берем весь период, какой? Шестой, девятый век. Что мы говорим о занятиях славян? Ребят, ну, во-первых, тип хозяйства какой? Вспоминайте, это, нет, если тип хозяйства, то хозяйство у славян было какое? Производящее, мы характеризуем как тип производящего хозяйства, где все необходимое производилось внутри хозяйства, и практически никакие продукты не шли куда на продажу. Основные, конечно, ребят, скажем, занятия, я их выделяю, вы видите, это земледелие и животноводство. Ну, с древности наши люди занимаются животноводством и земледелием, это конец каменного века, и если мы говорим о славян этого периода обратите внимание, что основной формой земледелия является подсечно-огневое, подсечно-огневое, которое потом сменяется пашенным, вот, и, конечно же, тут можно вспомнить основные формы, ну, старшеклассникам, я думаю, это будет полезно. Самая древняя форма земледелия какая? Мотыжная, потому что форма основная, основное орудие труда это что? Мотыга, да, вот, мотыжное земледелие, считается, оно появляется в конце каменного века, в бронзовый век, вот, на смену мотыжному приходит какое? Подсечно-огневое, суть его, понимаете, выделялся участок леса, этот участок назывался ляда, на участке деревья сначала высекались, пни выкорчевывались, все это, что сжигалось, пепел использовался в качестве удобрения, да, ну, использовались разнообразные орудия труда, среди них мы называем ту же мотыгу, лопаты, серпы, могли уже при сборе урожая, кроме того, еще известное орудие труда это барана суховатка, дерево с отсеченными, что ветвями, вот, но пашенное приходит на смену подсечено-огневому, мы видим уже у славян это происходит и когда мы говорим о пашеном земледелии, ребят, то оно осуществлялось с помощью сахи, что такое саха, представляете, саха напоминает плуг, но только что деревянный, она могла быть как однозубая, так и двузубая коса, саха, извините, пожалуйста, и кроме того, она могла еще оснащаться железными наконечниками, железными наконечниками, что касается того, что выращивалось, на территории Беларуси, ребят, это традиционные культуры, что выращивают, если их перечислять, допустим, это зерновые, были? Да. Были. Дальше какие? Это бобовые, были? Были, да, бобы, фасоли, так далее. Кроме этого, вспоминайте, что еще традиционно у нас выращиваются, разного рода овощи, фрукты, уже, да, называются, кроме этого, нам еще говорят о том, что могли и выращивали технические культуры, технические культуры, лен, конопли, да, которые, в общем-то, не всегда шли в пищу, вот, ну, мы называем все, кроме, наверное, каких наших традиционных культур? картошки. Картошки, да, картофель, картошки еще вообще в Европе даже не было, и вторым хлебом для нашего населения, нас называют традиционно бульбашами, вы это знаете, но вторым хлебом картошка для нас только становится, знаете, когда? Первый хлеб, свой хлеб, когда она повсеместно начинает выращиваться, и люди начинают ее использовать в качестве еды, это только вторая половина девятнадцатого века. Она в семнадцатом в Европе попадает, в восемнадцатом уже у нас культивируется, но, вот, ребят, в общем-то, значительное распространение, картошка именно получает в девятнадцатом веке, для нашего населения вторым хлебом она становится, ну, что будет повсеместно, это вторая половина девятнадцатого века. Ну, и второй экзотический овощ, это помидоры, да, помидор, томаты тоже не выращивались на территории Беларуси, долгий период, мне кажется, даже массовые, такие, скажем, высадки помидоров, это только относится к какому-то, наверное, к двадцатому веку, да, в общем-то, на юге Беларуси. Вот, это что касаемо земледелия, животноводство, животноводство, этот период достаточно разнообразное, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, что еще к домашним животным относим, кого вернее, это кони, это свиньи, кроме этого еще, это птица, это птица, да, то есть, количество животных, которых разводили, оно впечатляет. Вот, это основные, основные занятия, и они какие, производящие, но дополнительные, они традиционные, это те занятия, которые существуют на территории Беларуси до сегодняшнего дня, это что? Охота, рыболовство, собирательство, что еще? Бортничество, бортничество, что такое, помним? Да, диких пчел, в первую очередь, ребят, сбор меда диких пчел, в общем-то, домашним бортничество становится значительно позже. Ну, кроме названных занятий, ребят, это еще разного рода ремесла и промыслы, ну, и, конечно же, когда мы говорим о ремеслах и промыслах, вот все связываем с бытовой культурой. Надо было из чего-то кушать, где-то жить, надо было чем-то работать, это вся сфера чего? Обработки дерева. Из дерева строили жилье, орудия труда, посуду, делали мебель, да, и так далее. Это все обработка, в общем-то, дерева, плотничества и так далее. Кроме этого, нужно было во что-то одеваться, а это что? Это придение, это качество, пошив одежды. Кроме этого, посуду делали еще из глины, керамическую, и это что? Гончарство. Причем, хочу отметить одну такую, в общем-то, особенность, о которой, может, вы знаете, это появление в 10 веке чего? Гончарного круга. То есть, посуду стали делать традиционным способом. Круг, глина, и из нее уже вытягивалась посуда, которая потом обжигалась в печи. Чем еще традиционно занимались на территории Беларуси? Это обработка металлов, и в первую очередь обработка черных металлов, и в частности, это что? Железо. Кроме того, обрабатывали бронзу, да, ну, конечно же, когда говорим об обработке металлов, ставим на первое место, ребят, это изготовление оружия, это изготовление орудий труда, хотя бы насадок к ним. Вот, потому что ювелирное дело, как вы понимаете, оно имело распространение, но потребности значительные такой в нем, что не было. Но, тем не менее, говорим и о ювелирном деле. Кроме этого, была обработка кожи, кости, ну, вроде бы назвала такие основные виды ремесел все. Вот, ну, и, конечно же, когда говорим о славянах, то не забываем, что в этот период у славян возникают города, города возникают из городищ. Основная причина возникновения городов, вспомните, какая основная причина? Рост населения, допустим, еще. Из чего появляются города? Основные, вот я называла вам, из чего? Из городища. А это значит, что военная угроза, как причина возникновения городов. Ребят, ну, еще, наверное, важным процессом являлось развитие ремесла. Можете со мной согласиться? Когда ремесло отделяется чего? От сельского хозяйства. Ведь в городах преимущественно жили кто? Ремесленники, правильно? Вот, поэтому, конечно, появление городов. Наиболее древним городом, вы знаете, являлся город Полоск, он упоминается под каким годом? Это 862-й, это 9-й век, Полоск уже существовал, значит, возможно, он мог возникнуть уже в каком? В конце, допустим, 8-го, допустим, начале 9-го века, да? Кроме того, древними городами являются, вспоминайте, наиболее древние города Туров, Витебск, город-герой наш Минск, столица, когда упоминается? 1067-й, вот, кроме этого, ну, до 13-го века, чтобы вы ориентировались, до 13-го века, где-то в летописях упоминается, сколько вы думаете городских поселений? Навскидку? Ну, по одним сведениям 30, по другим около 50, ну, разные немножечко даты, да, в общем-то, упоминания, но основные города, в общем-то, назвали. Ну, и, конечно, надо думать, что в городах в том числе развивается ремесло, кроме ремесла еще развивается что? Торговля. То, что включено в ваши учебники. Я не зря проговаривала, когда говорила о занятиях, что хозяйство было каким? Натуральным. Все необходимое производилось. Но, тем не менее, надо думать, что торговля была, и что это была за торговля? Это была торговля в виде обмена, натурального обмена. Что необходимое произвели, обменяли на необходимые, там, допустим, продукты, орудия труда, оружие, что-то еще. Вот, ребят, но кроме этого нам говорят о том, что существовала и внешняя торговля. Внешняя торговля, посмотрите, какая была достаточно широкая. Торговали с Волынью, Украина, давайте, современная, при Балтика, при Черноморье, арабский халифат, да, вообще, Ближний Восток и так далее. В связи, наверное, с торговлей с арабским халифатом на территории Беларуси были выявлены отдельные клады арабских монет. Причем, они какие по качеству, это серебряные арабские монеты, как мы их называем, дирхемы. Ну, кстати, арабские дирхемы из Полоцкого городища. Ну, ребят, опять-таки, как вы думаете, эти монеты, они использовались в ежедневной торговле? Нет. Скорее всего, они использовались, и я там вам написала, вы видели, дирхем использовали, как что? Как, допустим, драгметалл и, допустим, как украшение, да, и еще я так думаю, если ехали в тот же арабский халифат, могли его использовать, как что? Как ту же валюту, правильно? Вот, но в ежедневном обмене дирхемы, хождения практически, что не имели, найдены отдельные клады, если бы это была ежедневная торговля, то бы прекрасно понимаете, что таких монет было бы значительно, что больше. Вот, это то, что касаемо занятий славян, основные моменты помним, да, это у нас производящее хозяйство, земледелие, животноводство, это дополнительные занятия, к дополнительным занятиям относим еще и занятия ремеслами, да, также, в общем-то, когда говорим о славянах, не забываем о возникновении у них городов, где развивается ремесло, и что еще, и торговля. Религия славян. Религия славян, это уже что? Язычество. Язычество. Язычество, это очень многопластовая религия, она включает, в первую очередь, богов, пантеон богов, и, конечно же, древние верования. Древние верования, какие вспоминайте? Это, как минимум, анимизм, вера в существование духов, и вы знаете, что язычество, это спектр разного рода духов, которые населяли, ну что, практически от дома до леса, болота и так далее, да? Кроме того, язычество могло включать, допустим, еще фетишизм. Что такое фетишизм, вспоминайте? Культ неодушевленных предметов. Вспомните, в язычестве культы разнообразные существуют, да? Ну и вот, дается определение, язычество, вера в существование, богов, воплощающих силы природы и поклонение им. Язычество подразумевает существование духовенства, языческие священники, как мы их называем? Жрецы. Да. Кроме этого, язычество подразумевает поклонение богам, раз поклоняются богам, значит, существуют образы богов, и они воплощались в чем? В идолах. В идолах. Идолы могли быть как древянные, так могли быть какие? И каменные, размещались посредине древних святилищ. И вот то, что мы называем место, где язычники осуществляли свои, в общем-то, культовые служения, вот храмом это назвать нельзя. А как мы это называем? Это святилище, либо что, либо капище. Еще одно, в общем-то, наверное, такую интересную вещь, которую хочу вам рассказать. Тот, особенно, кто проживает в Минске, может быть, это и знает. Древнее святилище, чтобы вы знали, насколько у нас в народе были, скажем, традиции сильны и долгоживучи, это знаете что? Это святилище, которое существовало в Минске. Окончательно оно перестало существовать, как вы думаете, когда? Вот когда? В начале 20 века. Это святилище, которое размещалось неподалеку от нашего исторического факультета. Если идти вниз, вы знаете, там есть лицей БГУ, представляем район? И напротив река. Да? Представляем? Так вот, чуть дальше пройти, там и было древнее языческое вот это святилище. Там была площадка, рос по преданию священный дуб и находился, даже в интернете можете посмотреть, изображение, оно еще сохранилось, древнего огромного валуна. Пишется про то, что там неподалеку даже проживала семья, которая поддерживала на этом святилище либо капище священный огонь. Вот. Святилище и, в общем-то, их реконструкция сделана, они существовали на территории Беларуси. Языческие боги. Языческие боги, ребят, их много. Причем, они могут быть разных уровней боги. Кроме богов еще существовали и духи, вы помните это. Ну, наверное, самым значительным и самым известным, который внесен куда? В учебники, это Перун, это Велес, Сварог, Дашбог, Хорс, Ярила. Ну, наверное, самая известная покровительница женщин, женского ремесла, придения ткачества, это Мокош, да, Мокош, Макош ее часто называют, вот, это божество, которое покровительствовало женщину. Вот, ну, и кроме того, смотрим, каждая пара года, каждая пара года имела своего покровителя. Среди известных, я думаю, вы сталкивались с этими названиями, Ярила, да, покровитель весны, вы знаете, когда, в общем-то, сеяли, в общем, на пашне, там, и в первую очередь обращались к Камук, к Яриле. Дальше, Купала, Купала покровитель лета. Какой на сегодняшний день вспоминается праздник, это Купали, да, день летнего солнцестояния. Овсень, мы, белорусы, нам очень хорошо понятно, что Овсень, он покровительствовал, Овсень, да, он покровительствовал осени. На следующем занятии я вам еще покажу и зачитаю рассказки и предания про отдельных богов, но самые известные, которые употребляемы в том числе и в учебниках, это вот, вот, названные боги. Перун, Велес, Сварог, Дашбог, Хорс, Ярила. Мокош, но наиболее распространенным был культ кого? Перуна, да, наиболее известный. Ребят, но вы помните, язычество, оно не было единым. И вот то, что как бы придумано, что был пантеон и существовал единый пантеон для всех славян, это неправда. в каждом регион, в каждом регионе определялись боги, которым отдавалось предпочтение, и в разных регионах они могли быть разные. Вот это понятно? Поэтому, в общем-то, то, что мы здесь выделяем, это не значит, что Перун, глава всех богов. В разных регионах могло быть что по-разному. Что касаемо славянских праздников, конечно же, они были связаны в том числе и с порами года, и с хозяйственными работами. Ну, известное самое, это что? Каляды. Те же каляды, которые сейчас насладились на какой? На христианский праздник? На Рождество Христово. Хотя они к Рождеству Христово что? Никакого отношения не имеют. Следующий, любимый нами праздник, который мы встречаем весну, это что? Масленица. Дальше. Праздник летнего солнцестояния, это купалье. С какого? С шестого на седьмое июля. Мы его называем праздником летнего солнцестояния. Ребят, ежели мы уберем дни, связанные с разницей между новым и старым стилем, как раз таки приблизительно получим день летнего солнцестояния, который славяне отмечали в июне. Следующие праздники, ну, всей страной мы отмечаем, особенно второй. Что это за праздники? Заженки. Это вот праздник, ну, начало урожая, начало полевых работ, как правильно это сказать. Ну, и то, что отмечаем всей страной, это что? Дожинки. Дожинки. Последний праздник, он связан с культом предков. И вспоминайте, в христианстве он соотносим, с каким праздником значительным христианским? Это с Пасхой, да, там через определенное время. это Радоница, Радунеца, и это день, когда мы почитаем своих предков, да, день, ну, и вот еще среди названных, допустим, осенью, вспоминайте, какой еще день, когда мы почитаем предков, это наши известные деды, деды, вот, то есть, когда мы вспоминаем своих предков. И последний момент, ребят, связанный с язычеством, язычество многопластовое, смотрите, древнее верование, плюс берем пантеон богов, плюс это что, разное родо праздники, а также что, славянские языческие культы и обряды. Среди культов наиболее распространенными были культы, про которых мы уже говорили, о которых мы уже говорили, это культ кого? Предков, огня, солнца, луны, камней, кто не знает культа камней, да, вспоминает древние луны, в будущем самые известные для вас это Борисовы камни, это Рогволодов камень, также культ камней, культ деревьев, культ деревьев, солнца и луны, все назвала. Деревья наиболее почитаемая на территории Беларуси, какие вспоминается, это дуб, да, береза, кстати, липа, ну, в принципе, каждое дерево имело свою историю у нас. Ну, и, конечно же, в связи с жизнью человека, человек не выделялся, вы посмотрите, язычество можно ругать, но посмотрите, как язычество органично сливало человека с природой, не противопоставляло, что человек царь природы, а что органично его сливало именно с природой. И в связи с, вот именно, с жизнью человека, с ежедневной жизнью, конечно, существовали разного рода обряды. Ребят, обрядов превеликое множество на каждый случай жизни. И чтобы вас не утомлять, я выделяю две категории, две основные группы или два основных типа обряда. Первые – это обряды семейно-бытовые. Они были связаны с основными циклами. Самый основной цикл – это что? Раздвение человека. Это его что? Совершеннолетие. Дальше, после совершеннолетия, человек должен был завести семью, и все, что с этим связано – это что? Свадьба. Ну и последнее то, что, конечно, тоже значительное количество обрядов, чем было связано – это смерть человека. К ней тоже нужно было подготовиться. Вот. Ну и вторая категория, и второй тип обрядов – это какие? Календарно-бытовые обряды. Они с чем были связаны? Они были связаны, как правило, земледельческими работами. То есть человек жил от начала полевых работ до их что? До завершения. После завершения полевых работ он должен был готовиться к чему? Опять к полевым работам. В связи с этим существовали разные обряды, связанные с земледельческими работами. Продолжение следует...